Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть. С вами, как всегда, я, гражданин и режиссер, и мы продолжаем видео по Дому Дракона, естественно. И это очень важное видео, связанное с шоураннером этого шоу Дома Дракона. А шоураннер в сериале, как я уже говорил, это как режиссер в фильме. Решает все абсолютно он. И тут прямо история Золушки. Невероятно интересная, как он встретился с Мартином, как он получил это шоу. И самое главное, есть ряд деталей про шоу, которые он рассказал. Все это я изучал последнюю неделю. Все данные интервью, все материалы на английском языке. И вот на сайте Game of Thrones, там более 4 миллионов подписчиков, есть официальный подкаст. Официальный подкаст Дома Драконов. И вот на этот подкаст и пришел шоураннер этого шоу, и ему задавали вопросы. И поэтому я вот хотел с вами поделиться. Это будет интереснейшая и полезная информация. Итак, давайте, если готовы, приступим. Ну а вы поддержите лайком и комментарием. Кто подписан, а кто не подписывался, подписывайтесь, потому что здесь большие разборы не только Дома Дракона, но и Игры Престолов первого сезона. Огромные, глубокие разборы. Так что будет интересно, если вы поклонник. Ну что же, поехали. Мы теперь уже со всем уважением к Дому Таргариенов. Итак, зовут шоураннера Райан Кондал. Как я говорил, в фильме обычный режиссер — это главное лицо. Он решает множество вопросов. Он смотрит и монтаж, постмонтаж фильма. Он и выбирает, кто будет делать костюмы. И все-все детали, и над сценарием работает тоже он обычно. Если только не более влиятельное есть лицо. Иногда такое бывает. Иногда это бывает какой-то влиятельный актер, как Сталлоне в «Судья Дреди» делал. Иногда бывают бродюсеры. Но чаще всего все равно режиссер — главное лицо. Так вот, в сериалах это шоураннер. Он и есть режиссер. Там режиссеры серии, они не обладают той самой волей и влиянием, которым обладает шоураннер. И вот кто же такой Райан Кондал? И как он получил Дом Дракона? И почему это так хорошо для нас и для Мартина в первую очередь? Итак, как он отписывает эту свою первую встречу? Это был такой light stalkering. То есть, когда фанаты за кем-то следят, кого любят. Но надо начинать с детства. В детстве он был поклонником Толкиена и его книг. И безумно любил все это. А потом ему сказали, а ты хочешь более взрослая фэнтези почитать? Более приземлённая. Ну, взрослая, вот мне не нравится это слово, потому что у Толкиена невзрослым я бы не назвал. Но, скажем так, да, приземлённая на реальных жизнях средневековья, базирующаяся в первую очередь на взаимоотношениях людей. Как Мартин сам говорит, у меня живые персонажи. У профессора, у него такие вечные архетипы масштабные. Вот, хочешь такой фэнтези? И ему дали эти книги. И он просто влюбился в них. И так получилось, что этот человек тоже связал свою жизнь с кино. И на тот момент он уже тоже занимался сериалом, когда уже снимали «Игру престолов». И вот, имея уже некоторые связи, и будучи безумным фанатом Мартина, он попросил, чтобы просто устроили ему одну встречу. Один обед. Один обед поговорить с ним. Вот, ни о чём абсолютно. И вот они встретились, убедили. Я смотрел другое интервью Мартина, что он сказал, я поимел с этого выгоду, когда, говорит, встретился, честно говоря, я двух людей забрал с его шоу на «Игру престолов» актёров. Поэтому, говорит, у меня была своя выгода. Ну и тут он, конечно, раскрыл себя полностью, понимаете, распирил свой хвост павлине, и начал рассказывать, как он понимает, как он знает, как он уважает его материал. И всё, и вот эта встреча произошла. Мартину было очень приятно. Это же не совсем псих с улицы. То есть человек что-то из себя представляет, да, в мире кино. Ему было приятно, и они всё время были на связи, как рассказывает Райан Кондал. На связи постоянно были. Ну а потом мы знаем, что начало происходить. Потом просто на Мартина забили после четвёртого сезона Диэндишника, как он сейчас признался. И уже делали свой проект, что очень не понравилось Мартину. И вот из последних интервью он это уже не раз говорит. Он говорит, мне очень не нравилась судьба Стэна Ли. Когда он превратился просто в мемного дедушку в кадрах, но не имел никакого влияния на фильмы. Вот, мол, я не хотел бы такого же для себя. И он говорит, конечно, автор хочет увидеть то же, что он задумывал на экране. И вот Мартину не нравится, что произошло. Он откровенно хочет влиять на проекты. И тут, оказывается, он вспоминает, что есть этот человек, связанный с кино, делающий, занимающийся сериалами, и который восхищён именно его книгами и лором. И Мартин звонит ему. Это всё Райан Кондал рассказывает вот в подкасте. Вот прямо новый-новый. Пару дней назад. Мартин звонит ему и говорит, смотри, хочу, чтобы ты делал шоу. Шоу. И называет, говорит, Мартин лично, говорит, мне сказал, что он бы хотел. Хочу, говорит, Таргариенов. А вот временной период с Таргариенами, давай вместе решим с тобой. То есть он назвал, про кого хочет Мартин. Но временной период, какой будет интереснее всего, давай вместе решим. И вот, говорит, мы год работали над этим. Год работали. То есть год ВКонтакте, в общении по поводу этого проекта. И через год, то есть у них какая-то уже база наготовка была, Мартин идёт в HBO и говорит, вот такие наготовки, вот этот человек, я хочу, чтобы он занимался моим проектом. Ему я доверяю. И они тоже как бы понимают, что человек не с улицей, с опытом человек, да. И они одобряют это всё. При этом, они ещё говорят, вот в этом дуэте появился третий человек, Мигель Сапочник. Которого вы, наверное, слышали, эту фамилию Сапочник. Он был режиссёром ряда серий в Игре Престолов. Каких серий? Самых масштабных, самых больших серий. Это ставил Сапочник. И вот Мартину он очень нравится. И Райану он тоже очень нравился. Они его взяли, и он здесь назван ко-продюсером. Но суть его, на самом деле, он не шоураннер. Он занимается всей технической частью. Вот он режиссёр был первой серии, уже было указано. Он занимается всеми съёмками, всем съёмочным процессом. И Райан Кондал рассказал, вот этот весь масштаб, он знает, как обращаться вот с таким большим съёмочным процессом вот такого средневекового фильма. То есть у него огромный опыт Игры Престолов. И они взяли человека оттуда, вот которого есть опыт этой технической базы. И умение поснять это всё. И вот он занимается именно этим. Они его взяли единогласно. То есть Джордж Мартин просто сделал ему невероятный подарок. И Райан Кондал сказал, я здесь, Мартин делает базу, я здесь хранитель лора, говорит шоураннер. Что это нам даёт? Мы с вами, как минимум в первой сезоне, видим проект именно такой, каким хочет его видеть Мартин. Это гарантированно. Я не знаю, это шоу будет лучше, хуже Игры Престолов. Оно будет таким, каким решил его видеть Мартин. И это так интересно, я когда слушал подкаст на английском, я думаю, слушайте, ну дед Джора молодец, конечно же. Появился у него опыт Игры Престолов, да, со временем. То есть он увидев, что делают индишники, увидев, что происходит с проектами других известных людей, да. И он на примере говорил Стэна Ли, что ему очень больно, что так произошло. Он решил, что, а я не хочу, чтобы моё детище без меня просто мне платили деньги и делали с ним что угодно. И вдруг он говорит, а есть же человек, который восхищён этим. Сам меня искал и который может это делать. Идеальный вариант. То есть я возьму всё в свои руки и будет так, как я хочу. То есть дед молодец, молодец большой. То есть он взял всё в свои руки и теперь это проект такой, каким видит его действительно Мартин. И человек его делает такой, который очень любит, понимает и знает лор Мартина и не хочет отходить от него. И хочет уважительно. И мы уже в первой серии, я же увидел, вот эти разговоры на Хай Валериан. Это всё относится к тому самому лору. То есть он огромным пиететом и уважением. Вот какой ход сделал на самом деле Мартин на опережение. Он понимал, что HBO будут что-то снимать. Но решил опередить их. И ему не понравилось. Видите, что сделали ДНДшники. Он для себя решил, такого больше не будет. Вот так получается. Но Райан Кондал дальше рассказывает в этом интервью подробности о сериале. И, например, его спрашивают, как вам актёрский состав? Кто вам больше понравился? Он говорит, вы знаете, когда у тебя целый гараж Феррари, говорит, тяжело выбрать и смеются. И я тут соглашусь, это не какие-то дифирамбы. Актёры действительно шикарные. Вот позавидуешь его касту. Что не актёр, прекрасные. Мастера своего дела. Причём возрастные, кто вообще великолепные. Да, и слушайте, Мэтт Смит, отличный актёр, который теперь Мэтт Дэймон. Да, это прекрасный актёр. И он показывает себя, хотя он помладше будет. Ну, школа от Хайтавра. Это шикарный английский актёр. Невероятный. То есть, каждый актёр, действительно, я с ним полностью согласен. Но тут был момент. Но я, говорит, выделю Пэдди. Это актёр, который играл в Визерисе. Пэдди Консидайн, по-моему, фамилия. Может, немного ошибаюсь. Который играл в Визерисе. И тут я так порадовался. Потому что я, когда видел трейлеры и смотрел все интервью, я увидел возрастного актёра. А у меня была своя тема. Ну, знаете, я тренируюсь, занимаюсь много разборами фильмов, много лет. И у меня было своё изучение вопроса, что с годами опытные, хорошие актёры, у них есть одно отличие от молодых. Они не просто повторяют роль или то, что им сказал режиссёр. Они вносят что-то своё. Они хотят создать персонажа. Они начинают примерять его. Не все это делают, но некоторые. И с пониманием играют. И я вот ещё в самом начале говорил, я уже из трейлеров, мне показалось, что этот актёр это делает. Но мне это показалось. Я ещё не знал, так ли это или нет. А потом вдруг вижу интервью Пэдди, где он это говорит, что я когда получил роль, я начал вникать в неё. Я думаю, я попал. То есть я чувствую это. Ну, хорошо, значит, хороший уже опыт в этом есть у меня. Меня это лично порадовало. Но тут больше. Потому что Райан Кондал рассказывает, но Пэдди удивил больше. Почему? Потому что, говорит, у нас, они же, он же хранитель канона, у нас должен был быть Визерис из книги. А вдруг, говорит, приходит Пэдди и говорит, нет, я, говорит, вижу Визериса не таким. Я, говорит, его прочувствовал, всё. Он хочет шекспировского персонажа, глубокого, гамлетиста такого. Я вижу в нём силу. И он им рассказывает, и он им показывает, какой он. И вдруг им это понравилось. И самое главное, что для Райана главное, для шоураннера? Что Мартин был не против. А Мартин доволен. И Мартин отдельно тоже, когда разговаривает и давал интервью, сказал, ему очень понравился тот Визерис, он ему показался интереснее и глубже, чем в книге. То есть Мартин одобрил, и этот такой, ну раз Мартин даёт благословение, то шикарно. То есть мы обязаны вот этим Визерисом, актёру. Это его, это его детище, он его породил. Это очень важный нюанс, который вот раскрывается. Почему так важно? Если знаете английский язык, хоть немножко, да, понимаете, смотрите, очень много интересного контента, который вот вообще упускают. Все берут вот этот поверхностный слой ради хайпа, а в глубину никто не вникает. А вот самое интересное же там, разве не важны эти такие важные детали? Вот, то есть мы получили такого сложного, интересного шекспировского героя Визериса, как его уже многие называют, благодаря актёру, благодаря его глубине. Также он сказал, что невероятно тёплые, сильные, хорошие отношения между братьями, между Мэттом, да, и Пэдди в жизни. То есть между этими двумя, то есть они на площадке всё время вместе общаются, и самое главное, у них разница там в 10 лет. Я посмотрю приблизительно в 10 лет разница, и Пэдди, получается, правда здесь в жизни, как старший брат, немножко наставляет, и Мэтт Смит, который играет Мэтта Дэймонова, с уважением относится к нему, то есть как к опытному волку, актёру, и вот это в жизни, конечно, это способствует хорошей гармонии, когда у актёров хорошая связь и химия, вы знаете, они в промежутках свободных, а я это знаю точно, они обсуждают роли, они обсуждают сцены друг с другом, когда отношения испорченные, да, абсолютно разосрались, да, они просто встречаются только на съёмке, хладнокровно, и расходятся. А здесь будет обязательно, что каждый к другому подойдёт и скажет, слушай, вот у нас здесь диалог будет, как ты думаешь, что это даёт? Более глубокое погружение, большую атмосферность, и, конечно, зритель это сразу чувствует, что есть химия в кадре, он живой, он более настоящий, ты видишь сразу, братья, это плюс, это всё в плюс произведению. Также Райан Кондалл ещё раз говорил о Мартине, и о самом ценном этом. То, что и Мартин говорил, зачем ему сохранить, он это сейчас повторяет и повторяет в интервью. Мне важно, что передали, ему очень важно, что передали живых людей вот той эпохи Средневековья. Каких? Там была эта невероятная сторона этих людей, когда они могут делать невероятные, восхитительные, благородные, рыцарские поступки, и в то же время поступки, которые сегодня кажутся дико жестокими и страшными. Вот Мартину больше всего это нравится. Он больше всего любит в персонажах вот это, как я и говорил в начале, вот мы видим Тириона. Он разный. Вот он делает щедрейшие поступки с Джоном Сноу, потому что узнаёт в нём такого же бастарда, понимаете, не такого, как все, и едет с ним на стену, и ждёт, пока у него там, я это делал в разборах и рассказывал, пока у него там всё было в порядке. Он дождался этого момента, подсказал, и в то же время мы знаем, как он мог действовать совершенно иначе, и жутко, и жестоко, и безжалостно. И вот в финале, поэтому плох был финал, там они все стали плоскими, однобокими. Дэнни, то есть, она не многоградная. Вы понимаете, что поступок Дэнни в финале, он и должен был быть вот такой, неоднозначный, когда ты сидишь, и ты не понимаешь, ты с одной стороны её оправдываешь, понимаешь, почему она так действует, с другой стороны, что-то в этом было, вот такой она. А её тупо представили плохой, они не дали выбора, они сказали, она здесь будет плохой у нас. Просто злодейкой, злодей, злодеючей. Вот с этим драконом на заднем фоне, я, боже, какая пошлость, когда я видел. Некоторые говорят, это такая классная, это ужасная сцена, визуально-то она классная, что сзади, но эта сцена, она такая фашистка. То есть, тебе сразу говорят, это зло. Так не должно быть. Мартину это и не нравилось. Мартина и была задумка, чтобы ты всё время чувствовал вот это сочетание. И почему его любимый Таргариен Дэймон? Вот в нём это сочетание есть. Но как? Но как? Вот в самой первой серии мы увидим, как с золотыми плащами. Он дал результат. Но каким образом? Жесточайшим образом. Вот это Мартину очень нравится. Живость персонажей очень нравится. И вот Райан Кондаллс, как хранитель, он сказал, я как хранитель этого всего, продолжил то, что делает в книгах Мартин. Так что нам, конечно, очень повезло. Я ещё говорил про то, что новый лор Мартина, касательно вот этого сверхзадачи, связанной с Королёвом, Ночи, который на Таргариене. Ну, я об этом отдельное видео уже делал. И об этом, наверное, ещё дальше поговорим. Ещё будем говорить. Давайте посмотрим, как оно будет в первом сезоне всё это развиваться. Но я так понимаю, это, конечно, мост к финалу Мартина. Посмотрим теперь, каким видит финал. Мартина меняется представление о своей вселенной. И он уже много раз говорил, что у него уже финал очень-очень-очень далеко ушёл от того, что он когда-то кинул набросками ДНДшникам. Как он это видел тогда? То есть у него совсем другая история. Вот такой у нас Райан Кондал. Я считаю, это невероятный успех, это невероятная удача. Но, вы знаете, за каждой удачей стоит кто-то. И здесь стоит сам Мартин. Мартин взял и спас своё произведение. И я ему аплодирую. Я ему говорю, браво, спасибо, Джордж, потому что я помню, что сделали с Поттером. Я помню финал, когда я просто был, я был в бешенстве от финала. И я был из тех людей, я знаю этих людей, кто первый раз обратились к книге Роулинг после финала. Я такой пошёл и читал просто на английском. Нашёл книгу и начал читать финальные главы. И когда я читал, я вот с такой головой, я такой, да, я же это так и видел. Я же их битву так и видел, не в магловской одежде. Ночью, в темноте и всё заканчивается. Я такой, Роулинг, ты пишешь то, что было в моей голове, да. Но почему они так по-ублюдски сняли? Вот Мартин не захотел, чтобы было так. Вот Мартин решил, что я возьму быка за рога. Дальше такого не повторится, что сделали ДНДшники. И это здорово. Мы получим как минимум произведение Духа Мартина. То есть уважающее лор и уважающее первоисточник. Вот такая вот история. Я надеюсь, поделился я с вами интересной информацией, которую вы не знали. Если вам понравилось, не забывайте, подписчики, ставьте лайк и обязательно комментарии ещё важнее для ранжирования видео. Кто не подписан, ещё раз напомню, подписывайтесь, потому что на канале будет выходить вот много таких подробных, важных видео. Ещё и разборы серий и разборы, конечно же мой конёк это разборы персонажей. Глубокие будут отдельные разборы персонажей. Ну и конечно, если у нас здесь есть персонаж шекспировского уровня, то и разбор будет такой же мощный. Вы были на канале Что Посмотреть. С вами был я, гражданин режиссёр. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok